Если окажется, что все ваши аргументы в пользу бытия Божия ошибочны, отречетесь ли вы от веры? Нет. Понимаете, в чем дело? Есть разница между конкретными аргументами, которые могут быть работающими или нет. Бывают плохие аргументы в пользу бытия Божия, бывают слабые аргументы, которые легко опровергнуть. Бывают. Бывают хорошие. Вот сейчас я пока не понимаю в отношении этих аргументов. Но, понимаете, бытие Бога, оно может быть известно не только на основании аргументов извне, но и на основании личного знакомства. Ну, представьте себе, что у вас есть сведения о том, что некий врач является превосходным, опытным, добросовестным специалистом, что он проявляет любовь и заботу о своих пациентах, что он обращается со всеми с большой очень любовью, что ему стоит доверять. У вас есть внешние свидетельства. Вы с этим врачом не знакомы, вы с ним не общались, вы не принимали его помощь. И это, так сказать, внешние свидетельства. Но вот если у вас есть внутренний опыт, вы лично обратились к этому врачу, он вам лично помог. Вы теперь уже строите ваши отношения с ним не на основании свидетельств других людей, но на основании того, что лично у вас есть. Вот вера — это личный опыт, как апостол говорит, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Мы знаем, это вот полудостоверение Святого Духа. И понятно, что я к этому избегаю обращаться, общаясь с внешней аудиторией, но у вас нет такого опыта, соответственно, я не могу его прямо на вас проецировать. Но у нас есть такое удостоверение от Святого Духа. Что касается аргументов, то, понимаете, я не видел как опровержение. Вот я вчера еще смотрел ролик, длинную беседу Вильяма Уэйна Крейга, такой очень известный христианский философ, апологет, вылетел из головы одним неверующим профессором. И, честно говоря, Крейг его грузит, собственно, аргументами, грузит данными, после чего его неверующий оппонент говорит, нет ни малейших данных. Ну вот, честно говоря, я со стороны атеизма не нахожу убедительных отражений на чисто рассудочном уровне. Вот не похоже, чтобы у нас... Не похоже, чтобы в чисто интеллектуальном отношении атеизм убеждал. Продолжение следует...